Так, кипяточек готов, осталось где-то раздобыть чай. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новенькое видео. Как вы думаете, для кого вторая бутылочка с чаем? Ну, с будущим чаем. Естественно, для Фиксай. Я думаю, все уже прочитали название этого видео. Ко мне в гости прямо сейчас идёт Фиксай. И с минуты на минуту он уже должен быть. Я даже нам тортик вкусненький приготовил. Вот он, посмотрите, какой... Погодите. Интересно. А, а, вон он, вон! Фиксай! Привет! Фиксай! Хе-хе, Компот! Фиксай! Ладно, ладно, всё, 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 успокойся. Как твои дела? Куда ты смотришь постоянно? Да, слушай, это... Меня что-то смутило, там у тебя какая-то тусовка намечается, что ли? Какое-то мероприятие? В смысле, мероприятие у нас с тобой намечается, я кипятка нам сделал. Это, конечно, круто. У тебя какая-то супер-длинная очередь там. В смысле, где? Ну-ка. О, реально смотри. Не, не видел. Пойдём, что ли, может быть, узнаем, что там происходит? Пойдём, если чё, кипяточкой мы предложим похлебать. Офигеть, это что? Слушай, я вообще без понятия, какой-то изумрудный куб, что это такое? Пойдём побыстрее узнаем, что это. Давай, давай, давай. Эй, вы куда без очереди? Не обращай внимания на них. Житель, житель, извини, а чего у вас тут происходит? О, здорово, Компот. Да, в принципе, не так важно. Как это не важно? Нам с Фиксаем интересно, тебе интересно? Мне безумно интересно, я такое впервые вижу. Мне тоже интересно, я тоже такого не видел. Житель, чего тут задумали? Компот, тебе ясно дали понять, что ничего тут не происходит. Иди, ступай своей дорогой. Здрасте, ничего не происходит. Фиксай, а ну-ка, растолкуем. Так, значит ты, вот ты вот, да, в белом пальто, и ты вот этот конь в это фиолетовом пальто. А наступитесь, дайте-ка нам первым пройти сюда. Эй, секундочку, назад, игрокам проход запрещён. В смысле? Это как ещё игрокам проход запрещён? Это из каких топор? А знаете ли это, это куб чисто для жителей, только жители могут узнать, что там находится. А находится там реально загадочная вещь. Ты что-нибудь понял? Я ничего не понял. Я, если честно, тоже. Ну дайте хотя бы одним глазком взглянуть. У нас тут чаепитие. Правда, у нас пока что-то кипяток. Нет, проваливайте отсюда. Только вот когда станете жителями, тогда и приходите. Сюда входят только жители. Да блин, да какого фига? Подожди, подожди, подожди. Мне кажется, они сговорились. Они наверняка там спрятали что-то очень ценное, что не хотят, чтобы ты это увидел. Хм, возможно, а прикинь, там горы ресурсов, горы алмазов, изумрудов. Может, там машина какая-нибудь крутая, дорогая стоит. Да-да-да, у тебя что-нибудь из дома не пропадало, случайно? Из дома, ну только телевизор два дня назад на его вора, наверное, украли, а не жители. Погоди, погоди, может быть, мы станем жителями? Погоди, в смысле, стоп, как это станем жителями? Ты хочешь сказать, чтобы мы притворились жителями и проникли туда? Да-да-да-да, я думаю, никто вообще ничего не заподозрит. Хм, слушай, я даже не знаю, жители у нас такие. Ну, давай попробуем, в принципе. У меня есть одна идея, пойдем срочно домой. Обсуждать на улице это не будем, это совершенно секретная информация. Да-да-да-да, могут все услышать. Вот, например, вот эти вот люди рядом с домом. Да, давай, заходи, 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 заходи. Так, все, закрываем. И сейчас кроватью, 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 кроватью нужно подпереть дверь. Все шикарно, отлично. В общем-то, слушай план. Два дня назад... Я съел весь торт, ты не против? Ну, вообще-то я себе кусочек хотел отрезать. Ну, у нас же чаепитие, я просто проголодался. А, ладно, хорошо, это не так важно. Короче, я как раз где-то пару дней назад в интернете наткнулся на интересную статью о том, как сварить зелье, чтобы превратиться в жителя. Я тогда еще посмеялся, а сейчас я думаю, может нам реально сделать такое зелье? Вау, а ты рецепт запомнил? Слушай, да по рецепту там вообще нет ничего сложного. Нужен немножечко семян пшеницы, самой пшеницы, только важный факт, чтобы это было выращено на деревенском огороде. Немножко картошечки, моркошечки, ну и ведро воды. Вода должна быть тоже набрана из деревенского колодца. Ну и изумруды есть... Стоп, у меня изумруды были. А, так я их взял себе. А, ё-моё, напугал меня. Короче, вот тебе придется их вернуть, только у меня там было 16, а нужен целый стак. Как-то вернуть, я думал подарок мне подготовил. Не, подарка не будет никакого. Подарка не будет, извини, пожалуйста. Нужен нам целый стак. Короче, поэтому я предлагаю прямо сейчас сплотиться и найти... Всё, у меня что-то опять пропало, да? Нет. Нет? А, не, всё. Появилось, наоборот. Короче, поэтому я предлагаю прямо сейчас пойти на огороды. Давай так, ты добываешь семена пшеницы и пшеницу, которая должна выращена быть именно на гряды... Э, верни мотыгу, я хотел с мотыгой пойти. А как мне добывать тогда без мотыги? Ну, руками берёшь, вырываешь, короче, это не так сложно. Ну и вот, короче, я не договорил. А я пойду пока что, наверное, попрошу изумруды у кого-нибудь. А, давай, давай, хорошо, я тогда займусь этим сейчас. Всё, давай, отлично. Так, ребята, у кого бы мне попросить столько изу... изумрудов? Хм, у меня есть небольшая идея. Житель, извини, пожалуйста. А вот, я же сказал, посторонним вход вас при чём, вход только для жителей. Да, я понимаю, житель, я всё понимаю, только мне нужен один стак изумрудов, пожалуйста, я не буду приставать. Ах, ё-моё, держи, вернёшь потом. О, спасибо тебе большое, житель, я не забуду твою доброту. Отлично, у меня уже стак изумрудов, побежали к Фиксавину, здесь он там нарвал уже всё. Так, 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 побежали, побежали. Ну, чё там у тебя? Да, всё прекрасно, смотри, 35 картошки, как и просил. А, морковку и пшеницу. А, есть ещё это, ядовитый картофель. А, господи, нет, иди, нарывай там вот это вот всё остальное, я пойду пока что сделаю ведро и наберу немножечко воды из колодца. Так, отлично, ведро готово у меня, прямо сейчас наберу немножечко воды прямо из деревенского колодца и, по сути, всё для зелья готово. Фиксай, как там у тебя дела? Слушай, работа, конечно, нелёгкая, но 45 морковки, это потом ещё вот пшеница, 42 штучки. Переусердствовал. Ты куда её запульнул? Давай новую. А где я тебе новую-то найду, это ждать надо? Да, господи, вон на тех огородах иди, нарыви, ну фиксай, ну что ты в самом деле? А я пока что варочную стойку достану. Варочная стойка у меня как раз таки есть, и она лежит у меня в секретном сундуке. Давайте я сломаю эту печку, и вот он, этот секретный... О, телевизор! Я думал, я его потерял, а он, оказывается, здесь. Ну ладно, это не так важно. О, у меня тут, оказывается, уже было ведро. Хорошо, варочная стойка, я поставлю её пока что временно вот сюда. И, в принципе, я готов уже всё загружать. Интересно, как там он фиксает дела? Фиксай, ну ты где? А? Ты чё тут стоишь? Держи пшеницу. Теперь мне нужна твоя помощь, иди быстрее сюда. Да-да-да, бегу-бегу-бегу. Смотри, короче, возьми и положи туда обязательно свою бутылочку узеля. Ага, всё, положил. Смотри, теперь возьми и закинь туда стак изумрудов, пшеницы, картошки, моркошки и залей это всё водой. Без проблем. Так, ага, это сюда, это сюда, сюда. О, всё, пошло дело. Отлично, и теперь ждём около часа, и наши зелья будут готовы. Так-так-то, подожди, что? Чё, чё такое? Зелья сварились, но на радиацию? Ты уверен, что это то, что нам нужно? В смысле? Ну-ка, дай-ка посмотрю. Сейчас, секундочку. Ха, реально, радиация 5. Слушай, ну, в интернете вроде так и было написано, так что ты пьёшь первый. А-а-а, ладно, ни пуха, ни пера. О, чё-то пошло, пошли пузырьки. Чё будет сейчас? А-а-а-а, ёбанё, ха-ха-ха. Что с тобой? А-а-а, уйди, уйди из моего дома. Капот, чё случилось-то со мной, я не понимаю. Офигеть, у тебя даже, у тебя даже нос как у жителей, ты, ты говоришь как житель. Ха-ха-ха, какой смех у меня странный. Ты очень странный, погоди, я тоже хочу. Сейчас я выпью это зелье и тоже стану жителем. Так, я выпиваю его прямо сейчас. О-о-о, а что происходит? Офигеть, а-а-а, ё-моё, так, погоди. Ты чё как хочешь? Ха-ха-ха, реально, капец, я похож на не пойми кого, я житель Компот? Да, ты житель Компот, я тоже. А-а-а, ты житель Фиксай. Блин, мы так смешно разговариваем и выхиикаем, как дебилы какие-то, реально. Я не понимаю, по идее всё работает теперь. Слушай, ну вроде мы с тобой похожи на жителей, это правда очень странно выглядит, но... Блин, я не могу за своего голоса, у меня сейчас башка лопнет. Я тоже, это очень странно, это всё. Ё-моё, я головой бьюсь об потолок, я слишком высокий. Слушай, нам главное теперь не спалиться. Слушай, я думаю, мы не спалимся, мы выглядим как за свои очистители. Почему у меня такой смех дебильный? У меня ножи. Ладно, ладно, о, смотри, очереди уже мало, пойдём быстрее к жителям, сейчас расскажем им, что теперь всё, мы теперь жители и всё будет нормально. Житель, 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 здорово, мы теперь жителям, вот смотри, похоже? Да, мы теперь жители, главное это не смейтесь с нас, мы тут новенькие в деревне. Ха, ну даже не знаю, вроде жители, а вроде что-то с вами не так. Да не-не-не-не-не-не, это плохая идея была. Да не-не-не-не-не, всё нормально, всё хорошо, мы самые чисто огромные жители, родились жителями и выглядим как жители, правда же? Да, смотрите, какие у нас носы огромные. Блин, ну носы у вас реально что надо, ну хорошо, раз мы жители, вы имеете право на кое-что взглянуть, вставайте в конец очереди и мы вам поведаем тайну всех жителей. Эй, а можно мы сразу пройдём, не будем стоять в этой очереди? Слышь, ты красный, ты не наглей-то немного. Я не понял, это тот красный, я тебе сейчас по носу дам сам красный станешь. Так, всё, 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 всё нормально, пойдём, пойдём в конец очереди, пофиг. Главное то, что мы с тобой узнаем тайну этих жителей, то что они скрывают от игроков. Хе-хе-хе, ты так смешно говоришь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. О, вот и наша очередь наступила. Ой, ё-моё, капец, я когда жителям встал, так спать захотел, я уснул, чё, наша очередь уже? Эй, да, я тоже спать хочу, но я не буду спать, я житель. Я тоже, короче, слушай, мы сейчас с тобой узнаем, что же они скрывают, ты готов? Да, что скрывали эти жители 10 тысяч лет от нас? Поехали, так, открываем дверь и, о, они скрывали дверь, уходим. О, всё, отлично, всем спасибо, всем пока, поехали. Стой, 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 ну мы же становились с тобой жителями специально, чтобы узнать эту тайну, не зря же мы это делали, пойдём узнаем до конца. Точно, я согласен, пойдём. Всё, давай, итак, раз, два, три, и... Ээээ, что? Что это? Та-дам, теперь вы знаете все секреты жителей. Ээээ, я чё-то это, деньги выкупаю немного. Я тоже чё-то не понял, зелёный куст, и что? И чё, и чё такое? В смысле, вы как жители должны знать, что это не просто зелёный куст, это самый настоящий изумрудный сухой кустик. Мы изобрели изумрудный сухой кустик. Мне кажется, он сошёл с ума. Мне кажется, да, у какой-то туралей... Стоп, я не понял, ну чё, ради этого жителями становились? Эээ, чё за фигня вообще? Эээ, ты чё, спалился что ли? Эээ, вы чё, сломали куст? Вы зачем мой куст сломали, святой кустик? Так, мне кажется, нам нужно валить отсюда. Да, сваливаем отсюда быстрее. Так, мы бежали быстрее, лучше в мой дом, и лучше там закрыться нафиг. Мне кажется, нам сейчас хана за то, что мы сломали их священный кустик. Определённо согласен, бежим, уже не до смеху как-то. Эээ, не, ну я, честно, смешно, немножечко. Эээ, ну есть чуть-чуть. Слушай, у меня есть неистовое желание сейчас на огороды пойти, у тебя тоже? У меня тоже, вон и морковки спахать. О, всё супер, тогда пойдём вместе на огороды. Ребята, мы, конечно, разочаровались в том, что жители скрывали какой-то непонятный сухой куст, но зато мы сейчас свиксаем на огороды, пойдём нормально там нафармим картошки и морковки. Да, морковка, я у тебя обчистил. Ну ладно, ничего страшного. Главное, что мы сейчас морковки добудем. Всё, пойдём, фиксань. А с вами я, ребят, прощаюсь. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи, всем спасибо, всем пока. Хе-хе-хе-хе, печка.